Семейная жизнь Семейная жизнь И вот на съемках одного из фильмов актрисе стало плохо и оказалось, что она в положении, врачи были в ужасе от того, насколько она была переутомлена. Но муж так и не начал обеспечивать семью и Татьяна сделала прерывание. После этого у нее все погасло внутри, актриса сама не знает, как выжила. Но за потерей ребенка последовал провал в карьере. Режиссер Георгий Рошаль пообещал ей главную роль в фильме «Хождение по мукам», из-за чего Конюхова отказалась от других предложений, в частности от участия в знаменитой картине «Летят журавли». Она полгода ждала приглашения в картину, а в результате Дашу сыграла Нина Веселовская. Он меня не снял с роли, он стал снимать другую актрису. Я чуть не сошла с ума, у меня был какой-то тик. Я перестала есть, даже глотать не могла, лежала в кровати и рыдала от этого предательства, призналась Татьяна Георгиевна. После всего пережитого, Конюхова не хотела ни семьи, ни романов, но судьба подарила ей еще один шанс стать счастливой. Татьяна познакомилась с чемпионом по метанию копья Владимиром Кузнецовым. Актриса влюбилась с первого взгляда, бросила мужа и ушла к спортсмену. В этом браке у нее родился сын, но эта семейная жизнь оказалась недолговечной. Когда третьему мужу актрис исполнилось 55 лет, врачи обнаружили у него рак. Но он, по словам Татьяны Георгиевны, лечиться не стал. Супруги прожили душа в душу 27 лет, но Владимир никогда не следил за самочувствием. Его не стало в августе. Больше актриса замуж не выходила. Татьяна Конюхова заслуженная народная артистка РСФСР. Она сыграла более 60 ролей в известных советских российских фильмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова